Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас в Доме Знаний. Сегодня с вами Кадирова Лариса Абдурахмановна. Наш вебинар посвящен поэту тонкой души, чистой совести и большого таланта, замечательному писателю, ценителю родной природы Дмитрию Борисовичу Кедрину. Вы уже познакомились с его жизнью и творчеством, просмотрев видео-урок на платформе Дома Знаний. Сегодня на вебинаре мы соприкоснемся с художественным мастерством поэзии Кедрина, писавшего в широком диапазоне от острых эпиграмм до масштабных исторических поэм. Кедрина считают одним из наиболее талантливых продолжателей и интерпретаторов русского устного народно-поэтического творчества. Чем сильнее чувствует человек, тем ярче он видит поэзию родной природы. В этих словах содержится глубокий смысл. Человек, любящий и чувствующий родную природу, одинаково восхищается едва раскрывшимся бутоном и опавшим листом, ярким солнышком и проливным дождем. Дмитрий Борисович рано осиротел и воспитывался хорошо образованной бабушкой-дворянкой, которая познакомила внука с поэзией Пушкина, Лермонтова, Некрасова с русским фольклором. Худенький, невысокий, очень близорукий и всегда задумчивый, Дмитрий Кедрин становился сильным и прекрасным, когда речь заходила о поэзии. Когда началась Великая Отечественная война, Кедрин, вопреки запретам врачей, ушел на фронт сотрудникам газеты «Сокол Родины». С этого времени его главной темой становится тема защиты Родины. Стихотворение, которое мы проанализируем в ходе нашего вебинара, называется «Бабье лето». И вот тут я хочу ответить на ваш первый вопрос. Вы спрашиваете, что значит «Бабье лето»? «Бабье лето» – это ясные теплые дни в ранней осени. Существует несколько версий происхождения этого сочетания. Исходное значение – пора, когда на осеннем солнце еще могут погреться старые женщины. Также выражение связывают с тем периодом в жизни крестьян, когда заканчивались полевые работы. И женщины принимались за домашние дела, мочили лен, трепали его, ткали. Кроме того, «Бабьим летом» называют тонкую, легкую паутинку, летающую по полям и в лесах, предвещающую сухую осень. Предлагаю поработать над композицией произведения, но прежде вспомним стихотворение. Наступило «Бабье лето», дни прощального тепла, Поздним солнцем отогрета, щелки муха ожила. Солнце! Что на свете краше после зябкого денька? Паутинок легких пряжа обвилась вокруг сучка. Завтра хлынет дождик быстрый, Тучи и солнце заслоня, Паутинкам серебристым, Жить осталось два-три дня. Жалься осень, Дай нам света, Защити от зимней тьмы, Пожалей нас, Бабье лето, Паутинки эти мы. Для усиления выразительности слова Автор использует средства выразительности речи. Эпитеты, Прощального тепла, Поздним солнцем, Зябкого денька, Дождик быстрый, Паутинкам серебристым. Метафоры. Паутинок пряжа, Тучи и заслоня. Сравнение. Паутинки эти мы. Альцетворение. Паутинкам жить, Жалься осень, Дай света, Защити от тьмы, Пожалей бабье лето. Стихотворный размер хорей, Рифмовка перекрестная. Осень в России всегда была порой, Которую воспевали многие писатели, Поэты, художники и музыканты. В ней видели и неповторимые красоты русской природы, Которая осенью одевается в золотой убор, Переливаясь своим пышным многоцветием. Эта картина принадлежит кисти художника Василия Поленова. Посмотрите, как эта картина передает настроение нашего стихотворения. Василий Поленов изобразил самое начало осени. Желтый цвет еще не полностью захватил пространство картины. Пример тому – огромное дерево на переднем плане с еще зеленой кроной. Но все внимание, конечно же, забирает себе река. Чистая вода отражает солнечные блики, небо, солнце и деревья. На отмелях кружит желтая палая листва. И хотя художник изобразил на картине осень, Понятно, что еще очень тепло и солнечно. Правильнее было бы назвать эту работу «Бабье лето». Вернемся к вопросам, которые вы, друзья, довольно активно задавали. И первый вопрос, который вы задали, звучит так. Какова главная мысль стихотворения «Бабье лето»? И природа, и человек живут лишь пока светит солнце. Вы спрашиваете, чему учит стихотворение «Бабье лето»? Стихотворение учит любить природу и радоваться солнечному теплу. Учит думать о будущем, наслаждаться коротким минутам. Ну и, конечно же, учит нас образному мышлению. Вы спрашиваете, что значит выражение «Солнце за слоня»? То есть, закрыв солнце, туча закрыла собою солнце. Ну и самый задаваемый вопрос – каково идейное содержание произведения? В стихотворении автор размышляет о чуде солнечного света, способного нести тепло и жизнь, и думает только о том, что без этого живительного света не выживут не только нежные паутинки, но и сам человек. Он страшится подступающих холодов и мечтает продлить короткое время «Бабьего лето» и природа. И человек живут лишь пока светит солнце. Дорогие друзья, надеюсь, что увидимся мы с вами на следующем вебинаре. Буду ждать новой встречи на платформе Дома знаний. Ну и, конечно же, буду ждать ваших вопросов. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok